Витаю, эфира программы «Столичный гость», Март Худалей с вами, и сегодня мы будем обмярковывать тему света побудова. Основные законы расскажем, обмяркуем и высветлем разом, як завсёды у гэтай программе, ну а у нашей студии доследчик пытаний у духовности, ведомый лектор Юрий Луценко. Добрый день! Добрый день! Ну, вось, адразу мы заявили тему «Основные законы света побудова». Вось, давайте на гэтам спынемся подрабязно, якея, яны, и увогулі, я думаю, что ёстые слухачы, які скажут, а што гэта за таке законы, а у чым увогулі сутнасть? Ну, большинство людей, которые хоть немножко интересовались сутью религии, они знают, что существует некие 10 заповедей. Не убей, не укради, не завидуй, не пожелай двара, овца, дослай и так далее. А вот заповеди, ведь многие люди, как бы, о них говорят, а что такое, по сути, заповеди? Почему нам их заповедали исполнять? Причем, ведь Иисус не просил, Бог никогда не просит, Бог требует. Иисус говорил, я и Отец единых суть, поэтому Он не был мягкотелым, скажем так, как Говоруном, Он требовал от людей исполнять, поэтому, собственно говоря, и пострадал от того, что людям это сильно не понравилось. И заповеди для меня тоже когда-то были темой, я не совсем понимал. Ну, я вроде тоже не убивал, я не крал, я честно зарабатывал деньги, но почему у меня жизнь не складывается? Я никому не переходил дорогу, я не жадный, я не завистливый, ну почему? И вот, когда я начал исследовать, собственно, я, и что же во мне плохого, получилось так, что у меня есть эмоции, которые, собственно, можно признать греховными, потому что человек состоит не только из тела, которое может говорить или совершать поступки, это видимый спектр отношений с миром. А есть еще мысли и чувства, которые мы не видим. А материалисты считают, ну я же этого не сделал. Я говорю, это ваш проектный институт, ваше намерение, они регистрируются тоже волей Божией. Нас пронизывает один и тот же столб огня высшего, и на каждом этаже и мысли и чувства тоже регистрируются, что вы неправы. Потому что когда вы завидуете или обижаетесь, вы нарушаете закон, так же, как и многие эмоции, даже такая безобидная, как уныние. Что такое уныние? Человеку не нравится его жизнь, он руки сложил, плохо мне живется в этом мире, а ведь мир создан Богом. Это же косвенно упрек Господу Богу. Господи, Ты плохой мир создал. И человек забывает, что мир совершенный, а вот ты человек, который обвиняешь Господа в данном случае, ты несовершенный. И к совершенству даже и не пытаешься стремиться. А если пытаешься, не знаешь как. И вот я как раз и старался, думаю, что о других говорить. Ты попробуй себя запрячь в эту упряжку, в эту лямку, и попробуй сам что-то сделать, прежде чем учить других. И я начал с малого, постепенно, шаг за шагом. У меня постепенно стало получаться, на это ушли годы. И потом я понял, что, оказывается, существует некая сумма законов. Мне помогла в этом разобраться книга. Вот в «Свете истины» такая трехтомник есть. И плюс сопутствующая литература. Отзвуки или резонансы и так далее. И я считаю, что это вот та самая книга «Весть с небес», которую в Матфея, в 24 главе, обещает Иисус. «Придет еще одно Евангелие и будет провозрачено всему миру». Как я иногда говорю, хотите быть с Богом – будьте. Не хотите быть с Богом – значит, будете со своими бесами. Вы никуда не деясь. Третьей позиции нет. Либо там, либо свет, либо тьма. Одно из двух. И законы вот эти, я их немножко сейчас озвучу. Закон справедливости. Что сеешь, что и пожинаешь. Он так звучит. Ну, просто. За каждый проступок человек, за каждый грех существует наказание. И посмотрите, если взять отдельного человека, грешника, его судьба как-то наказывает болезнями и так далее. А если в сумму этих людей взять, это какой-то народ, или даже все народы. Посмотрите, что творится на земле. Искать выход. И я его нашел в вере и в путешествии в сторону исправления своего характера. И мне это очень сильно помогло. Теперь я никого не обвиняю. Ни какие-то там секты, ни какую-то эзотерику, ни власти не обвиняю, ни в никого. Почему? Потому что я обвинил только себя. И имею право обвинять только себя. Я нарушил законы. И вот мы так живем преступно по отношению к высшим законам этого мира. А ищем виноватых всегда. И у меня это ушло. Поэтому я вспомнил фразу Христа. Не судите никого. Да не судимы будете. А если будете судить, то есть вот я хочу, чтобы тому-то, то есть тогда и закон вам отдаст. Именно с такой яростью, которую вы судите, так же и вам закон даст наказание. Поэтому люди будьте осторожны. Отдайте суд Богу. Он разберется. Ну и, конечно, у знаменем пытание Хрэсчэння, так само. Здавалось бы, стольки стагодзеу, 10-е стагодзе, князь Владимир Хрэсчэння в связи с емом згадывается, так? И стольки стагодзеу прайшло. Ци изменилась на ваш пухлядь суд на сёдню, сучасных человек? Потому что, здаецца, для кого, ну, гэта патрэбна, пасти, пакрыстить децё, напрыхлад, и махчима и на завтрак забыться про гэта. Вот чем адрознивается саправданная такая вот духовная хрэшчэння от, ну, патрэбы, вот просто патрэбы. да, понимаю. Значит, я, прежде чем, по сути, крещение объяснить, что такое, зачем оно нужно, я всё-таки ещё вернусь немножко к законам, потому что закон не единственный, закон справедливости или закон кармы, Давайте протягнем так. Есть ещё закон, закон движения есть. Когда я двигаюсь в правильную сторону, желательно, тогда у меня жизнь меняется, поэтому лень, мы единственное, самое главное, что мы должны победить, мы свою лень должны победить, лень мать всех пороков. Поэтому, когда ты уходишь от лени, вот, у тебя возникает, что активная жизнь, вот, эта активная жизнь тебе приносит. Для тела у тебя мускулы сильные будут, а для души свои, твои душевные мускулы будут. Вот эта духовная мышца, как её называет Библия, потому что слабый дух, мы спим в духе миллионы лет уже. И разбудить её, вот, от гипса избавить, это и есть наша задача, это не так просто и не так быстро. Потом, кроме этого, есть закон подобия, вот, ну и так далее. Вот немножко о законах. Есть и другие, но время маловато, я на лекциях могу больше рассказать. А вот то, что о крещении, значит, вы вопрос задали, крещение понадобилось тогда, когда пришёл Иоанн Креститель. Ведь у всякого следствия есть причина, почему именно во времена Крестителя возникла необходимость крещения. Вот представьте, что каждый человек, который завидует, ну, вот эти все отрицательные эмоции выбрасывают, не говоря уже о словах и делах, он постоянно сеет грязь. А следовательно, грязь словесная и грязь действия, она видна в действиях и в словах человека. Лживость там, похоть и всё. Но чувства и мысли невидимы. Но они создали такую тучу за миллионы лет нашей эволюции, вот, а в данном случае, наверное, не эволюция, а деградации, что эта туча огромная висит, и она, человек уже не был способен личным своим потенциалом выйти на связь с Богом. Уже всё закрыто было. Поэтому крещение для чего понадобилось? Крещение – это насильственное пробивание сверху этой тучи, волей Божьей, крестной силой, и соединению с волей человека, по искреннему желанию человека. Только тогда это принесёт пользу. И вот это вот, как воля приходит и начинает тебя защищать. Но в ответ на что? И даёт тебе на это силы. В ответ на твои действия. Но если ты ничего при этом не делаешь, крестная сила начинает от тебя отходить. Почему? Потому что она даётся только тем и поддерживает только тех, кто её выбирает. Это, значит, искренняя вера и искреннее действие в сторону света. То есть изменяйся к лучшему. И это всё проверил на своём личном опыте, так же, как уже достаточно много людей это проверяет. Это вот суть крещения. Ну, а высь, ты бог, калі сёння маленькое дитё, так, высь, хрэшэнне, гэта важная для кожныха чалавека, гэта, для маленького дитя, гэта таке, свайгу роду, ахова ад всякого тёмного в этом свете. Да, ну, смотрите, в конфессиях были моменты, когда отказывались от крещения дитей, как бы, зачем крестить ребёнку, несмышлён уж. Это должен свободный акт быть, выбор. Это должен не только взрослый быть, но он должен понимать суть, зачем ему это надо. Вот так это было. Ребёнка сейчас желательно крестить. Вот, и я считаю, это лично моё мнение, люди могут, скажем так, не принимать его в расчёт, мы плавно переходим к понятию причастия. Что это такое? Это причастие к Слову Божьему. Ведь, если совершается акт символический, что человек причастился к просфору, к агор, это символы, как бы, крови и плоть Христа. Но что Иисус говорил по поводу своей плоти и крови? Я воплощённое слово. Слово воплоти, поэтому, говоря, что вы ешьте плоть, но это не значит, что мы должны грызть его тело. Это же чисто символическое такое объяснение образное. А мы должны слово съесть, мы должны сделать образом жизни. Вот в чём суть причастия. И если человек не делает этого, причастие так символом остаётся, а действия-то нет. Поэтому настоящее причастие, да, красивое это, скажем так, действие или таинство, но при этом надо действовать. Поэтому настоящее причастие, ты покрещён, так действуй, человек. Всё тебе дано, и поддержка крестной силы. И если ты понял суть причастия, что надо двигаться от закон движения, меняйся в лучшую сторону и как можно быстрее. Я вот эти вещи стараюсь объяснить, потому что, к сожалению, популярно вот так вот простым языком мало кто объясняет. Ну и вось, ясчэ, мне бы хотелось извернуться до такого пытания Библия. Увагаля, для человека, яке, уявим, что сегодня нас слухая, человек, яке не веру, не ведая, так? Вось, с чаго пачинать? Як? Якея, першая кроки робить? Ну вот я ж тоже когда-то был, можно сказать, неверующим, но я решил попробовать. Вот попытка, как говорится, но если я вижу, что я вижу, что куда движется мир, я понимаю, что зло на нас наступает, и я вот в таком отчаянии, что же делать? Я отец своих детей, я гражданин своей страны, если я буду пассивно сидеть и ничего не делать, тогда я какой-то, ну, лентяй, и руки опустил, я не привык руки опускать. Вот я говорю, лихорадочно начал искать выход, и вот этот вопль души моей, господи, я не хочу обманывать людей, не хочу нечестно зарабатывать деньги, но честно, очень мало получаю, что делать? И вот такой вопль, видимо, услышан был, меняйся. Вот такое наитие пришло, я начал меняться. И что я получил? Я, бывший материалист, через несколько лет я стал совершенно другим человеком, я перестал бояться завтрашнего дня, и все фразы Христа во мне ожили, потому что настоящий христиан должен действовать, а не цитировать. Поэтому, когда я начал двигаться по этой тропе, все фразы Христа ожили. Держи очаг помоста в чистоте, где богатство, там и сердце твое, а даже прощение грехов. Вот я научился прощать, и у меня надо уходить. Вот что такое истинное прощение. И не я это говорю, это Иисус оставил нам наследство, вот всю эту инструкцию, как жить и так далее. И у него еще много и другого есть, которые, ну, говорят, на это время нужно. Все его фразы, даже вот любите врагов своих. Почему мы должны любить врагов своих? Человек какой-то абсурд, как мне плохо делать, я его должен любить. И я это вот в своей статье на сайте объясняю, что ведь Иисус, когда ученики его у него спрашивали, что вот нас обижают, нам и то. А он говорит, а знаете, почему вас обижают? Потому что вы грешники. И то, что вы называете врагами, они всего лишь на все возвращают вам ваши ошибки. А если вы их правильно примете, правильную позицию займете, научитесь их прощать, следовательно, вы Богу покажете, что я, Господи, принимаю наказание за свои преступления. Было преступление, и через какое-то человека пришло наказание. И я это понял, логику события принимаю в смирении, и тогда тебе грех прощается. Проверено, вот проверено, ни одной судьбой уже действует. Следовательно, это разве враг, помощник? Дальше, когда я уже посчитал, ой, через несколько лет, я уже сильный и так далее, попытался немножко вернуться в свою лень духовную, ну, тяжело все-таки бывает. Они опять начали меня доставать, события. Я понял, что враги наши, которые мы называем, они еще и лениться мне не дают. Не дают мне спать на ходу почивать на лаврах, как говорится. Польза номер два, понимаете? Вот. И третья польза, когда, ну, даже, наверное, хватит, потому что это долго такая, можно почитать статью, мы можем немножко на другую тему, если еще какие-то вопросы есть. Так, ну, у нас не за Наташ, Матш, Асу, Али, ты мне меньшусь, отремливается, что по сути, все отказы можно знасти в сабе, и, вось, молитва, павидна, самое галовное, быть от души, вось, шира, а не просто, потому что, там, пройти, ну, вось, сегодня свято, там, попросим, так, альбо, ну, вось, так, я скажу, вось, ты слова, вядумые, там, тысячу годзями, и все будет. Вось, тут, напевно, павидна, самое галовное, гэта душа. Вы не против, если я молитву, Отче наш, препарирую, немножко расскажу, что это, по сути, нам не даром же Иисус оставил. Молитва, Отче наш, это краткая Евангелие, ведь смотрите, какие фразы есть, Отче наш, сущий на небесах, а если человек не верит, вот он просто монотонно читает, потому что так надо, тогда он кощунствует, зачем же ты теребишь имя Господа, сказанное, не поминай его в суй, если ты не веришь, и не касайся этого святого понятия, поэтому читать молитву, уж будь добр, тогда верь, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, и так далее, потом далее, хлеб насущный, дай нам на сей день, и люди выпрашивают, кто Мерседес, кто там голодный, детей кормить нечем, и все только в пробах, дай, 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 а где правильная позиция, а Господь с нами, если мы его слышим, сказал, а ты заслужи право на хорошую жизнь, потому что ты этот мир пачкаешь, и когда ты пачкаешь, ты преступник, просишь у генерального прокурора, я уже так в шутку говорю, просишь хорошей жизни, а ведь генеральный прокурор не продается, он недоступен звону зла, так как Лермонтов писал, поэтому простить Бог может только через Твое покаяние, через Твое изменение, смирение, и Твое путешествие к исправлению своего характера, только так ты можешь получить нормальную жизнь, вот, и поэт, а дальше фраза, прости Господи наши долги, то есть наши грехи, как и мы прощаем должникам своим, а кто прощает? Мы же опять возвращаемся к прощению, потому что прощение должно быть искреннее, а искреннее, кто нам оппонирует, и не дает искренне простить человека? Мозги, мозги тебе сделали плохо, да тут, 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 мозг говорит, а ты что, никогда никому не делал плохо? И тогда подходит вот эта база, что если я кому-то делал плохо, и по закону Божьему я должен получить возмездие, так будь добр, прими его в смирении, и вот это требует, прости нам, как и мы прощаем, так прости человек, прости искренне от души, и тогда Бог тебя просит, в молитве это тоже есть, то есть мы, произнося молитву, мы суть ее не понимаем, вот, и дальше отведи от искушения, избавь от лукавого, я пока слабый христианин, Господи, помоги мне, избавь меня от твоей бесовщины, которая мешает мне пройти к тебе, вот же суть фразы, а дальше уже последнее, это же, по-моему, Мартин Лютер добавил, ибо твоё царство есть силы, и так далее, вот видите, какая молитва интересная, и очень сильная, вот, ибо оно от Бога, пришло, а Слово Божие не равно, даже Слово Апостолов, не говорю же о человеческих каких-то звуках. Ну что ж, я споделюсь, что мы все-таки для тех, для какого-то тема у першинюма, к чему изникла, помогли зарабить хотя бы маленький крок, вось на сустрич, ну, и я пропоную все-таки нагадать, где можно больше доведаться, давайте нагадаем про ваш сайт, где можно больше доведаться, почитать, побачить. Сайт существует, да, называется он «Ключи от неба», там много материалов для людей, которые хотят немножко больше знать, чем сегодня услышали, пожалуйста, приглашаем на сайт, там есть статьи, там есть лекции обширные на разные темы, есть ответы на вопросы, вы можете задать вопрос, если у вас что-то, что-то вам непонятно. То есть, пожалуйста, приглашаем, там «Ключи от неба» или по-английски он звучит «Case of the sky», я никак не могу этот артикль выговорить. Ну, самое головное, я думаю, что наш слухачедокладно заразумели, так само будут посылки на сайты у наших официальных аккаунтах, тому, коли ласка, взвертайтесь, знаходьте, можно потелефоновать на радую столицу, так само доведаться, испытаться, як и что дезнасти, с радостью подкажем. Ну, а я нагадаю, что сегодня у нашей студии был доследчик к пытанию духовности вядомый лектор Юрий Луценко, Марта Ходолей. Так само была с вами. До новых встреч. Всего доброго.